Здравствуйте! Это Судейская программа, которая разъясняет нюансы правил на живых примерах. Меня зовут Владимир Гучик, сегодняшний гость и хоккейный аналитик Александр Бойков и самый главный, приглавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Здравствуйте! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Владимир! Арбитров очень часто обвиняют в том, что они непоследовательны в своих решениях. Мол, один и тот же эпизод трактуется по-разному. Так ли оно на самом деле, разберемся на следующих примерах. Итак, не откладывая в долгий ящик, смотрим, что нам команды и судьи приготовили за предыдущие три недели. Отправляемся в Омск. Матч довольно шумным получился и разбираем эпизод с участием защитника Осипова. Алексей, вам в очередной раз слово. Рассказывайте вот со своей колокольни, что здесь было, а потом мы с Александром уже зададим свои вопросы. Ну, на нашей колокольне было так. Значит, воздействие в спину Осипова в широковызвимом положении, и он правой рукой толкает его в область номера. Если бы не было травмы у Широкова, не было бы крови, в данном эпизоде было бы две минуты толчок на борт. И все, не более того. То есть я это говорю там 15 или 16 раз. На самом деле, несложный момент. Другой вопрос, что момент вызвал резонанс по причине того, что счет был 3-1. Это 5-минутное удаление, и шансов практически у команды «Авангард» не осталось. Наверное, в этом больше, да? Да, действительно, резонанс был. Для меня это момент, который абсолютно однозначно трактуется. И здесь нет никаких двузначных решений, поскольку действительно Широков был в уязвимом положении. Осипов применяет запрещенный силовой прием, толчок на борт. То есть абсолютно справедливый, выписанный тут же на площадке 5 и 20. И Осипов отправился. «Авангард» пошумел, но там еще было нарушение численного состава. И «Авангард» в концовке остался втроем. Причем тоже абсолютно справедливое наказание. Ну, на этом эпизоде сначала остановимся. Алексей, вот почему такая тонкая грань, да? Не разбил бы лицо Широков, играли бы дальше. А здесь разбивает лицо, да, вот в таком эпизоде больше обвизоры. До свидания Осипову мы говорим. Я понимаю, но это нет опции. Есть установки департамента судейства, есть руководство по судейству, дальше в рамках которых и действует судья. То есть они не могут придумывать правила от себя на ходу. То есть, ребят, я там, знаете, кровь, но я не буду давать 5 минут. Нет, у них нет, именно вот, скажем, нет этого люфта, да, или как там сходить вправо-влево. То есть они же ограничены руководством по судейству, и вот они и действуют в рамках этого руководства. Атака в спину в область фамилии, и здесь вот совсем недавно был эпизод Андронова на Сергеенко, вот в матче ЦСКА, и там столкновение идет плечо в плечо. То есть когда идет столкновение плечо в плечо, ну, игрок потом дальше ускоряется и прилетает в борт. Это уже совсем другая история. А здесь четко в спину, поэтому очевидность момента и неотвратимость наказания она была. На ударе в спину мы остановимся как раз, но никуда не уйдем из Омска. Тот же самый матч, авангард против СКА и действие Павла Дацука. Давайте внимательно посмотрим еще раз этот эпизод и попытаемся разобраться. А здесь что было? В данном эпизоде игрок разворачивается перед ним, но это обычное игровое действие, он ничего не делает. А как же удар в спину, удар в номер? Но мы сейчас говорим, это разные правила игры в хоккей. Когда человек стоит у борта в изменом положении, когда он едет. В данной ситуации это находится на чистом льду игрок, это не у борта. Понимаете? То есть воздействие и разница в этих моментах, да, сложно осознать вроде как здесь спину, там спина. Но там-то стоял, он у борта стоял Широков. И если бы не было борта, он бы себе ничего не разбил. Вот главная разница. Хотя в данном эпизоде может показаться, что тоже идет толчок в спину. Но это вот обычный игровой эпизод, которых более чем достаточно вообще в принципе. А мы не можем провести вот какую-то параллель с тем самым эпизодом тоже нашумевшим во время финальной серии, где Зарипов очень сильно возмущался. Тоже и близко борта нет. Да, разная трактовка правил, потому что у Зарипова была атака игрока, не владеющего шайбой. И Щипачопов его не видел со спины. В данном эпизоде игрок с шайбой. То есть это немножко разные пункты. То есть в данном эпизоде мы уже не обращаем внимания на то, что Датсук толкает в спину, толкает, что называется. Наверное, ну я, вы такой нашли хороший характерный прием. Таких моментов много, но это вот больше, наверное, когда игрок, наверное, это больше игровой эпизод, понимаете. То есть вот нет такого, что он разбегается, бьет его в спину. Игрок сам приезжает, он не стоит. Да, он чуть-чуть в уязвимом положении, соглашусь. Но это вот, да, это не плечо в плечо. Но что такого сверхъестественного с нанесением чего-либо делает Датсук? Я правильно понимаю, что вот момент с Датсуком, это момент, который может пограниченно трактоваться с точки зрения двухминутного нарушения. Но никоим образом не пятиминутный большой дисплеер. Не пятиминутный, потому что, да. Это однозначная речь, почему нету малого штрафа, вот и все. В спину игрок увидел, ощущал его, игрок перед ним немножко разворачивается. Если только, если только так трактовать, как мы говорим, 50 на 50, ну тоже нельзя, если руководство по судейству. Но, знаете, нужно ощущать игру, чувствовать, как это проходит игра. Я соглашусь здесь. То есть таких моментов может быть много за игру, и мы получим здесь пять удалений. Это вот игра, понимаете, это как раз та тонкая грань, которую... Дух игры. Ну, дух игры я не люблю, я очень не люблю применять. Я тоже не люблю применять. Но может быть дух игры, но это вот, вот это разное. Вот мухи отдельно, как это отдельно. Так, Алексей, вот давайте четко просто сформулируйте относительно этого эпизода. Чем руководствовался судья, не выписывая штраф? До этого было достаточное количество моментов с одной и со второй стороны, и уровень тех удалений, который был в той игре. Если бы они дали такое удаление, нужно было бы еще давать пять или шесть. Если это подводить под удаление, я скажу так. Я комментировал этот матч, и на самом деле там планка судейства, она была достаточно жестко установлена. И касаемо того, насколько позволялось много в этой игре, командам играть жестко, играть в рамках правил. И вот эпизод с Дацуком немного откомментирую. Здесь Галимов поворачивается спиной в последний момент. То есть он в последний момент сам себя ставит в уязвимое положение на открытом льду. Не у борта, где травмоопасность большая, а укрывая шайбой, владея шайбой, поворачиваясь спиной, Дацук едет, никакого удара умышленного акцентированного в область номера нет. То есть он едет и едет, он въезжает в эту спину. Поскольку инерция движения у Галимова есть, есть направленное движение у Дацука. Две стрелки сходятся и получается. Я, наверное, скажу так, если бы Осипов не толкал широкого правой рукой в эпизоде в предыдущем, думаю, что истепь просто приехал бы, скажем так, корпус-корпус. Не было бы такой степени воздействия. Но если бы удар Осипову пришелся ниже, в область трусов, в область поясницы, то... Эти нюансы мы как раз знаем, Алексей их не раз нам рассказывал. Что касается эпизода Осипова, ну, вопросов нет. И Алексей много раз комментировал данную ситуацию. Его аргументы весомы, но что касается Дацука, вот на мой взгляд, Дацук хоккеист такого уровня, что он мог избежать этого столкновения, но по каким-то причинам он его не избежал. Но есть силовая борьба. Я с вами поспорю. Если мы сейчас начнем, скажем так, за многие вещи силовой борьбой выдергивать из контекста многие моменты, я думаю, что у нас первые, кто занойт, это будет команда. Они скажут, там, не буду применять это слово, скажут, наверное, это не балет, а цирк. Ребят, ну, хорош, но это же хоккей. Это, там, не футбол, это не хоккей с мячом. Поэтому и так уже иногда многие хоккеисты и тренеры говорят, ребят, ну, это же, у нас же здесь не хоккей с мячом, у нас же здесь разрешена силовая борьба. То есть тоже нужно понимать и чувствовать эту грань, опять же. Хотя это хорошо, что у нас у каждого есть свое мнение. Это отлично. Прочувствовали ли судьи эту тонкую грань в следующем эпизоде? Внимание, матч Акбарс-Динамо-Рига. Александр Свитов вот так вот поступает с Брэндоном Макмилланом. Друзья, внимание, Александр Свитов по итогам этого эпизода от судей матча получает две минуты плюс десять дисциплинарных за атаку сзади. Но потом СДК переквалифицировал этот момент на атаку в область головы и шеи. Соответственно, Свитов получил пять и двадцать. Дополнительные дисквалификации. Денежное взыскание. Алексей? Неправильная трактовка судьи, потому что это толчок на борт, это не атака сзади. Он распролагался за воротами, и первую часть движения ему перекрывают ворота. Он должен был дорабатывать ногами ближе к борту, когда бы он четко увидел, или поменять ракурс, что... Позиция плохая. Даже, по-моему, если не изменять память, там не толчок на борт, там удар в голову, по-моему. Атака сзади? Нет, в игре дали атаку сзади, а СДК переквалифицировала на... В область головы и шеи. В область головы и шеи. Тогда бы он смог увидеть о том, что Свитов в конце локтем бьет ему четко в голову. И здесь не было бы опции, здесь нужно было однозначно давать 5,20. Поэтому, я скажу, это... А не матч штрафа. Мы отменили матч штрафа в руководстве по судейству. Это неправильная трактовка судьи. Это вот такая... Мы, как говорили, я не люблю признавать ошибки. Это ошибка в неправильном наложении штрафа, однозначно. Потому что это начало игры, ты задаешь тон. Всем этим удалением это удар в голову, чистейший. И его партнер находился совсем далеко. Мы этот момент разбирали с судьями уже с панорамной камерой. О двух вещах хотел бы сказать. В сравнении. Мы сейчас подаем моменты в сравнении. Есть момент Осипова и Широков. То есть это неправильно выполненный силовой прием. Неправильно примененный, но не было умышленной грубости. Касаемо Свитова. 7-2 счет к этой минуте. То есть это последняя минута игры. Это первая минута игры. Это начало игры. Это начало игры. Самое начало игры. 0-0. Это причем, по-моему, вторая минута или первая. Что-то типа такого. Первая смена Свитова. Первая смена Свитова. И это очень грубое нарушение. Это должно сразу караться 5-20. Вот у меня вопрос просто, Алексей. Все телезрители, комментаторы этого матча. Ну все очевидно. 5-20. Удар в область головы и шеи. Просто объясните, почему судья не сумел правильно... Если вы повтор покажете, я уже вам говорил. То есть неправильная позиция, да? Он стоит в неправильной позиции, неправильно расценил. Он видит и понимает воздействие, но не может правильно расценить, что он ему попал локтем, скажем так, попадает ему в голову, прищемляет голову. Вот этого он не заметил. Он не заметил. Еще игрок ему... Там еще один был зеленый игрок, он перекрывает. Но он видит, что он идет сзади и тут не может защитить себя никак в новизимом положении. Но лежит игрок, посмотрел. Ну, там, степень воздействия. Да, вроде как живой, все нормально, как так, в кавычках, живой. Хотя, однозначно, если смотреть по видео, они же не по видео судьи смотрят моменты. Они смотрят живую сразу. Наверное, если бы он был в этом углу, к его счастью, он бы сразу дал 5,20 удар в голову. А второй судья, Р2, скажем, он располагался далеко. И ему оценить правильность, куда и как попал, ну, тоже нельзя влезать методически в данных вопросов. Это понятно, Алексей. Короткое дополнение, Александр, к этому эпизоду. То есть, дополнение такое, разбирая здесь в студии такие моменты, необходимо еще подсвечивать, где находились судьи. Это нам на будущее. В том смысле, тогда мы можем больше информации получить. Мы сразу зарисуем, где находятся судьи и насколько их угол зрения или ракурс, который позволяет им оценить момент. Знаете, я еще легкую ремарку. Я все-таки прихожу к выводу, что такие вещи, они, есть еще такое понятие опыт. И этот у нас хороший перспективный судья, фамилию не буду называть, чтобы его не хвалить. Он перспективный судья, это все приходит с опытом. Это вот это ощущение, знаете, когда ты чувствуешь игру. Вот он идет. И еще знание игроков, это очень важно. Ты понимаешь и знаешь, кто и как тебе, кто у тебя может быть траблмейкер в той или иной ситуации, как он идет к борту. И это вот это ощущение, оно только с годами. Оно вот, знаете, как инстинкт, как говорят, инстинкт убийцы, да, он вырабатывается, может, у кого-то с годами. Так и здесь. Это только с годами с опытом. К сожалению, у нас этого времени нет. Ну что, ну, эпизод понятен, комментарии выслышали, дальше поехали. И следующий блок, связанный со следующим нарушением правил, опасная игра высоко поднятой клюшкой. Были пропуски с судьями, и возможно, опять же, эти пропуски связаны с тем, что судьи находились не в самых выгодных позициях. Хотя вот в этом эпизоде все очевидно, Григорий Панин получает двойной малый штраф. Ну вот следующий вопрос у меня, Алексей. А почему столь строго? Ведь здесь не поднимал целенаправленно клюшку Панин. Вот она идет борьба, и просто клюшка так по инерции выскакивает, и Панина так строго карают. Игрок в ответе за свою клюшку. Так. В ответе за свою клюшку. И если он должен ее контролировать, так же, как бывает, игрок берет с проведением, делает бросок, попадает в лицо, разбивает. Четыре минуты, если кровь. Здесь так же. Он контролирует, она у него соскакивает, но это его клюшка, он бьет оппонента. Только по причине, что он в ответе за свою клюшку? Безусловно, в том числе один из критериев. Второй момент. Если, допустим, предполагаем и моделируем ситуацию, игрок опускает голову, или его голова находится на уровне пояса, да, игрока. Это будет удар клюшкой. Это будет удар клюшкой, и это не будет опасная игра. Да, здесь как раз, не путайте, когда игрок очень низко нагибается, ему бьют клюшкой, это удар клюшкой. И там тогда уже будет или две минуты, или пять, если разобьют лицом. Если это выше, идет выше своего плеча, ты поднимаешь, бьешь, это опасная игра, высоко поднятая клюшка. Друзья, показали очевидный эпизод, здесь вообще никаких двух мнений быть не может. Все понятно, появилась кровь, Панин заслуженные четыре минуты получает. А вот теперь акцент делаем на следующем эпизоде. Здесь как раз случился такой пропуск этого момента, что ли. Матч Спартака и Адмирала, тоже начало игры. Начало игры, совершенно верно, я был на этой игре. Очевидный пропуск высокоподнятой клюшки. Причем, что самое печальное, что один, что второй должен был видеть. Вот, я понимаю, прекрасно, наверное, он показывает, это начало игры, должно быть четыре минуты. Вслед за этим, Воронин таким же движением, не сильно, не специально задевает белого, игрока Адмирала. И дают тут же две минуты. Соответственно, это вот самая главная проблема, которая может быть у судей. Когда ты два очевидных момента неправильно трактуешь. Причем, это начало игры. Как бы не поплыть дальше. Да, извините. За слен, как бы не поплыть в хорошем смысле, да. В данной ситуации и один, и второй должны были видеть, потому что не было никаких проблем на пятаке. Нужно было смотреть эту зону. Один должен был смотреть игроков с шайбой, другой должен был смотреть всех остальных. Я правильно же понимаю, что это или не внимание, или отсутствие концентрации в начале игры, это самое дебютное встрече. Либо неправильное расположение на площадке. Совершенно верно. Я уже много раскрываю секретов. Иногда уже, даже мои коллеги говорят, ну ты много секретов в программе не раскрывай, да, иначе все все будут знать. Должно быть хорошее первое удаление. Вот оно пришло, это хорошее первое удаление. Появилась уверенность? Нет, потому что хорошее первое удаление, оно нужно для команд, и даже не для судей. Всем понятно, вот, ребята, но это первое удаление, все все понимают. Все, судьи здесь, они видят, все будет четко. Вот грань. Вот грань, дальше не переходим. Вот правила игры в хокке, руководство по судейству. Алексей, такой вопрос. Судьи потом-то заметили, что кровь была у Воронина, сразу же поняли, что ошиблись, не зафиксировали этот фолл. Мы часто наблюдаем, что появилась травма в ЛЧ-5,20. Почему здесь постфактум не могут они выписать? Потому что сразу нет фиксирования. Если была бы большая травма, он бы упал, и они бы могли посовещаться с Ланисом, переговорить, могли постфактум дать. Здесь травма особо большой нет, он встал, поехал. Это 4 минуты. Это удаление на 4 минуты. Вот травма, все-таки мы как-нибудь с вами найдем в передаче, где вот травма высокоподнятая клюшка, травма в результате высокоподнятой клюшки. Тогда бы постфактум дали, да? Тогда могли бы дать пообщаться с лайнсменами, кто видит. Иногда даже, наверное, лайнсмены могут где-то подсказать, что здесь высокоподнятая и во время игры. Но в данном эпизоде четко пропущена игра высокоподнятой клюшкой. Еще один эпизод из матча в Санкт-Петербурге. СКА играет против трактора, часто критикуют судьи, когда они работают на матчах СКА, мол, нарушение правил пропускают в сторону петербургской команды. А вот здесь обратная история. Уже пострадал игрок СКА и нулевая реакция от арбитра. Хотя кажется, обзор у него роскошный. Совершенно верно. Потому что вот в данном эпизоде данную высокоподнятую клюшку, фиксацию неправильной игры, должен фиксировать больше даже, наверное, судья, который располагается в средней зоне. Потому что судья, который стоял за воротами, мог попасть в туннельное видение. Поэтому в современной махаке есть... Туннельное видение? Туннельное видение, когда вот я на вас смотрю, Владимир, вот так вот если смотреть, за вами игрок, ты попадаешь в туннель. Такой термин есть. То есть если один перекрывает... Один перекрывает... Вас сзади будет кто-то цеплять или держать... Перед Рыковым вроде никого не было, может быть. Нет, там если еще раз мы вернемся назад, он попал в туннельное видение. Возможно, он и видел, возможно, неправильно среагировал. Такие вещи нельзя пропускать. Но единственный плюс, который я вижу из этих вещей, единственный, который не умаляет, это две пропущенных сахапонятных клюшки. Мы приучаем судей, не надо додумывать. То есть если человек там схватился за лицо, а у нас есть такие мастера, которые хватаются сейчас за лицо, я о них еще в передаче скажу, которые начали потихонечку у нас показывать симуляции. Мы сейчас поговорим еще, наверное, с судей об этом. Артисты? Артисты? Артисты есть, и с ними нужно бороться. Мы поборолись с ними в прошлом году. И, наверное, начнем бороться. И поборемся в этом году. И поборемся в этом, я честно скажу. Правильную фразу Алексей произнес не додумывать. Мне кажется, что-то подобное произошло в матче между Рижским Динамо и Кунь-Луним. Причем эпизод, который где-то даже и повлиял на исход данного матча. Вот смотрите, что происходит. Столлери удаляют за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Но если внимательно рассмотреть этот эпизод, товарища Юэня по лицу бьет никто иной, как Кинрейт. Столлери отправляются в две минуты? Ничего хуже, чем придумать удаление, которого не было. Это вот фантом. Фантом это когда вообще ничего нет. Это ошибочное удаление. Нет ничего хуже для судей, когда он придумывает. Есть куча клюшек, судья в ней не разобрался. Человек хватается за лицом, поднимает две руки. Вот это вот нет ничего хуже. Вот даже вот нет объяснений. Вот чего нет объяснений, того нет. Ну вот. Войнер попал в точку. Да, это вот говорим, пишем и с судьями общаемся. И каждый раз вот. Да, такие моменты возникали и будут возникать. Но нет ничего хуже, особенно для игры. Потому что нет объяснений. Если там мы видим, но они просто пропустили, то здесь неправильная трактовка. Здесь он хватается за лицо. Значит, он просто не видел момента и просто домыслил. Вот о чем мы говорим. Ну, главная мысль прозвучала от главного арбитра континентальной хоккейной лиги. Не стоит додумывать. А вот здесь как раз что-то подобное и произошло. Удаление. Кунун забрасывает вторую шайбу. Рига проигрывает очередной свой матч. А вот петербургский СКА достиг просто-таки сумасшедшей отметки в начале нынешнего сезона. 18 побед подряд. И 18-я победа была одержана в матче над Уфимским с Салаватом Юлаем. Но там тоже был довольно любопытный эпизод. Вот этот эпизод связанный с незасчитанной шайбой Линусом Уморком. Алексей, пожалуйста, комментируйте. У меня такое впечатление, что все незасчитанные шайбы и гол-челленджи, они уже как в голове, как файлы откладываются. В данном эпизоде мы видим, что в начале ничего не происходит. Если с самого начала. Да, Уморк, площадь и ворот ничего не происходит. Его Рыков немножко воздействует на него. Он под физическим воздействием. Но в конце, к сожалению, у вас нет камеры. Стоп. Если назад отмотать, клюшка Уморка проталкивает щиток шестерки на ворота. Вследствие чего... Вот это и помеха была. Это и была помеха вратарю, совершенно верно. То есть... Но тонкий момент, тонкая грань, которую может увидеть только специалист. Да, может показаться. Кто-то говорил, что сразу Уморк стоял в площади ворот. Да, он где-то стоял сразу. Но он двигался. Двигался, ничего не фиксировали. И первоначальное решение. Такие вещи очень тяжело увидеть с игры. Он накатывается, он фиксирует гол. Для этого и сделали коуч-челлендж, чтобы он мог спокойно пойти, разобраться, посмотреть определенный момент. А Мест на результате не сказалось, поскольку счет к этому у меня был 5-0. Это слава богу, что не сказалось. На результате 5-0. Но тем не менее, было любопытно разобраться логику. Уморк, кстати, в интервью сказал, попросил, вернее, объясните мне. Он говорит о том, почему и на основании чего. Я в интервью Уморку ответил, что перед каждым сезоном в континентальной хоккейной лиге читают правила всем командам, где они расписываются за все правила, которые есть в руководстве по судейству. И если есть какие-то нюансы, могут подойти и спросить еще. Вопросов от Линуса Уморка не было. К сожалению или к счастью, я не знаю. Мы, конечно, можем провести факультатив, и мы не против с этим. Ну, пропускать будет. Пропускать что? Факультатив. Наверное, я не знаю, я не знаю. Опять же, шведский я не знаю, может, он русский, мы найдем переводчика. Вопрос в другом. Если мы возьмем конкретно этот эпизод уже, который я там попытался разрекламировать. Послушайте, но я не видел ни одной звезды, а если Уморк себя считает звездой нашей в лиге, да? Безусловно, звезда. Безусловно, звезда. Которая бы, мы всегда любим сравнивать с НХЛ. Где в НХЛ Кросби, Малкин, Овечкин, Кузнецов, Тейс или кто-то еще хоть раз выложил в социальной сети, а расскажите мне, нет, почему... Ну, понятно, разозлился Алексей Анисин. Нет, не в коем случае. Просто каждый должен заниматься своим делом. А Салават Юлаев обращался в лигу с моментом... Пока нет. А смысл? Сгорели они шесть. Пока дело... Тут же дело как бы не... Тут нужно правильно разобраться. Дело не в счете. Должна быть справедливость. Не более того, я скажу. Мне, как руководитель, непринципиально. 0-20, там, 0-3, 0-0, 2-2, 3-3. Вопрос правильный принятие решения. То есть я правильно понимаю, что ракурс, который был у судьи в виде угол, он позволяет оценить момент сверху? Нет, это судья принимал решение по триплексной связи. Мы просто включали камеры, и он принимал решение на льду. То есть Оленин принимал решение на скамейке. Да, но Оленин принимал решение и в прошлом сезоне. Да, Алексей, вот вы не похож ли этот эпизод на тот, который случился в серии «Локомотива» и «СКА», когда Ковальчук проезжал в Вратарской площади? Разные вещи, потому что «Локомотив», «СКА» там челлендж. Челлендж «Локомотив» не мог взять. А. Если бы Оленин мог взять челлендж, тогда мы с вами беседовали по поводу челленджа. А у нас единственное, что одна ремарка, и чтобы телезрители знали, что вопрос, где берется коач-челлендж, у нас записано в регламенте, департамент не дает ответа. Мы разъясняем, и мы выставляем на сайт каждый коач-челлендж. То есть Алексей Анисимов намекнул на то, что если бы в том эпизоде в серии «Ярославля» и «Петербурга» был коач-челлендж, может быть, шайба и была бы отменена. Кто его знает? Гол, наверное, в Ярославле. Да, да, да. Когда Барабанов забивал, Ковальчук проезжал. Не, он просто мог посмотреть, но там немножко разные эпизоды, да, они очень похожи. Понятно. Возвращаться не будем. Главное, что вот в данном эпизоде решение было принято правильным. Судья заметил вот это вот воздействие на вратаря «Шестеркина». Дальше эпизод, который касается матча в Астане. Борис принимал в «Московское Динамо». И данный эпизод, ну, просто умолял-таки меня взять в эту программу Александр Бойков. Саш, пожалуйста, давай свои вопросы главному арбитру. Ну, здесь очевидный момент для меня. Очевидный. И та ситуация, когда судья на площадке принимает неверное решение, причем находится арбитр рядом. Здесь Соплаков выступал в качестве арбитра, который был в зоне и находился рядом с Карсумсом. Вот эпизод, где Далман бьет в область номера абсолютно четко, абсолютно адресно в Карсумсе. Карсумс встает. Акцентированно. Акцентированно. Карсумс встает, видит реакцию арбитра. Ну, понятные слова, которые он произносит в адрес рефери. То есть я сам играл. По иголочке все это интересно. Это совершенно верно. Я полностью четко пропущенное нарушение. Согласен. Где арбитр и расположился верно, и увидел правильно, и не было туннельного... Неправильного ракурса. Ракурса совершенно. То есть, понятна реакция Карсумса, который в этом матче, кстати, забросил первую шайбу, подрался уже к этому моменту и видит несправедливость в исполнении того же Далмана и несправедливость относительно рефери, который неправильно принимает решение. То есть он нелицеприятно, безусловно, высказывается в адрес арбитра. Это та ситуация, когда можно было ее избежать и погасить вовсе. В итоге Карсумс получает десятку, потом за продолжение линии получает 20-минутный штраф и покидает игру. Хотя все могло бы развернуться, в том смысле, если арбитр принял верное решение. Совершенно верно. И здесь пропуск нарушения, вследствие чего Карсум встает, быстро подрезюмирует. Единственный минус, что, наверное, в эмоциях он высказался намного больше грани дозольных, чем... Слишком жестко. Слишком жестко. Потом получает десятку. Ну, видимо, окончательно состояние, как я скажу, аффекта, и в нем, получая состояние аффекта, добивается еще плюс дисциплинарный, еще плюс 10-минутный штраф, который превращается в 20. Ну, я скажу так, что вот это состояние аффекта, наверное, было бы у любого игрока, который... Против которого совершен такой пример, который, поднимая глаза и поднимаясь, и видит рядом с собой арбитра, который этот момент видит и трактует по-своему. Ну, мы много таких эпизодов разбирали. В предыдущей программе мы говорили, например, об удалении Ержиноватны, который вообще спокойно отправился на скамейку оштрафованных, ничего не возразил судьям, а вот Карсум завелся и, в общем-то, себе навредил. В этом отношении как раз судьи были правы. Они не правы в том, что они пропустили фолл, но они правы, наказав человека, который нелицеприятно выражается в твой адрес. Об Улите опять поговорим. И опять Марков фигурант дела. И здесь очень много вопросов возникло по итогам эпизода матча в Казани. Акбарс принимал Сибирь. Я уверен в том, что Алексей Анисим сейчас вот однозначно все по полочкам разложит. И теперь никаких вопросов не возникнет ни у одного из наших зрителей. Я скажу так. Сначала нам показалось в департаменте, что да, он принял правильное решение. Но потом, подняв панорамную камеру, мы специально у нас есть техническая запись команды, это должен быть штрафной бросок. Надо говорить честно. А почему вы тоже поддержали судью и почему вы сначала доверились его мнению? Потому что игрок, судья посчитал, мы с ним разговаривали, что вратарь может овладеть шайбой. Должна быть очевидность, что игрок может выйти один в ноль и завладеть шайбой. То есть он ее прокидывает, он касается шайбы, он является последним, кто коснулся, как написано в руководстве последствий. То есть тем, кто контролировал шайбу последним, он прокидывает, соблюдены все условия. И то расстояние между вратарем, шайбой и игроком, судью оно подвело. Если бы он чуть дальше стоял, он бы понял, что он выйдет один в ноль. А ему показалось, что... Очевиднее момента, на мой взгляд, нет. То есть Ленин располагается верно. То есть матч был очень напряженный. Насколько я понимаю, что это результативная ошибка. То есть это ошибка, повлиявшая на течение матча. То есть буллит нужно было еще реализовать? Это да. Все-таки большинство-то Сибирь получило. Большинство получило. Но все равно, возможность для исполнения штрафного броска... У нас немало, сейчас, честно скажу, пошло моментов, и мы стали обращать внимание судей. Да, когда трактовка буллитов, не буллит, вот именно вот такой, знаете, не то, что шквал, но вот есть такие моменты, особенно последние дни. Сейчас делаем на этом акцент. Алексей, вот у нас была как раз встреча с вами, не иначе, как на этой неделе, и много времени посвятили опять же вот этому штрафному броску. Раньше все как-то было проще, и даже для самих же судей. Там, ну, любой маломальский выход, опасный, задержка, пожалуйста, буллит. А сейчас как-то все осложнили этими четырьмя пунктами, и уже не первый раз у нас история, когда судья, ну, не совсем правильно трактует этот эпизод. Ну, проще это, не совсем, наверное, интересно по жизни, на самом деле. А если сказать серьезно, то поймите, что раньше очень много было, то, за что давали штрафной бросок, это когда игрока цепляли, он пытался замкнуть передачу на дальней штанге. Количество штрафных бросков неимоверно выросло. И были моменты такие тоже 50 на 50, и это очень было тяжело. И давали постоянно штрафной бросок, и было, наоборот, больше вопросов, почему даете. Поэтому пришли к этому правилу, и это правило взяли и ХФ, потому что львиная доля наших игроков играет. Сейчас будет на Олимпийских игр, на Чемпионате мира. И вернулись к этой трактовке. И она всем, ну, пока вроде как всем нравится, предварительно, с кем общаешься. Если, конечно, там, скажем, генеральный менеджер или кто-то еще скажет, давайте вернемся наоборот, там, чтобы было больше штрафных бросков, подумать. Пока таких мыслей нет, да? Пока таких нет, будем общаться. Я скажу, что, даже проанонсирую, что мы ежегодно собираемся с генеральным менеджером, и вот сейчас будем буквально рассылать вот на днях письмо о нашей встрече с ними, где будем мы тоже такие моменты, может быть, обсуждать. Посмотрим, возьмем статистику. Ну, момент с Марковым и Энгландом, на мой взгляд, второй момент с Марковым. Это простой момент. Это момент несложный для определения решения. Есть более такие сложные вещи. Согласен. Ну, самое главное, что вот ответ Алексея Анисимова должен был удовлетворить большинство наших зрителей, потому что они были как раз вот на твоей стороне. Все посчитали, что это буллит, но этого буллита мы не увидели. Опять в Астану заглянем. Борис принимал петербуржский СКА, и там эпизод связан с удалением Патрика Херсли. Кстати, у меня болельщик астанинского Бориса попросил задать вот этот вопрос Алексею Анисимову. Почему в данном эпизоде последовало только одно удаление? Ну, скажем так, выписан был малый штраф Херсли, несмотря на то, что здесь было два нарушения Хайла. Если вы назад вернетесь, назад, если совсем можно, если еще раз попробовать запустить момент, то вы увидите, что, наверное, может показаться, что Херсли сначала бьет... Я так понимаю, претензия была в том, что оба судьи подняли... Почему четыре минуты не выписаны, скорее всего? Если вы... Вот, пожалуйста, еще раз, Алексей, давайте. Синий игрок бьет синему по клюшке, она падает, если вы видите на этом видео. Но претензия, наверное, была в том, что, как мне тоже нам писали телевизионщики, о том, что якобы судья, который стоял в зоне, в средней зоне, он тоже поднял руку. Но потом, если вы посмотрите на виде синий бьет синего, падает клюшкой, потом идет подножка от Херсли. Они между собой общаются, хотя астанинские телевизионщики уверяют полностью, но мы пока еще не успели физически найти очень много игр, уверяют о том, что в средней зоне руку первый поднял другой судья на удар клюшкой. И они спрашивают, почему не четыре минуты Херсли? Вот. Да, но зрители тоже задают вопрос, почему не четыре минуты, а только две. Посмотрите, синий бьет синему по клюшке, она падает. В данном эпизоде, если четко посмотрите. Понятно. Не Херсли. А потом Херсли делает подножку. А один арбитр страхует другого, поднимает руку. И я думаю, что тот арбитр, который, возможно, я не знаю, я посмотрю еще видео, возможно, арбитр, который поднял в средней зоне руку, в средней зоне руку, он потом, наверное, я... Потому что арбитр, который зафиксировал подножку, четко видел этот эпизод, он по нему работал. И, возможно, они потом приезжают и общаются, он ему говорит, слушай, да там не было удара и клюшки, там была только подножка. Ну, Алексей, а вот ваше мнение? А в моем мнении здесь только подножка, потому что Деллман бьет по клюшке, если сейчас посмотреть момент синему. Ну, и здесь момент понятный, если ты даже поднял руку и понимаешь, что нарушения не было, лучше отменить и признать то, что ты руку поднял неверно. Ну, это мы возвращаемся к реплике Алексея Анисиева, не выдумывай, да, если... Безусловно, безусловно. Поэтому, может быть, один, не то, что спас, а стечение обстоятельств отчасти помогло. Лучше так, чем, скажем, была бы несправедливость и посадили бы на 4 минуты. Абсолютно согласно. То есть, двух мнений быть не может. Друзья, и давайте быстро мы вам покажем еще два эпизода. Эпизод, который случился в матче между Сибирью и Ярославским локомотивом. У меня следующий вопрос просто возникнет к Алексею Анисиеву. Там будет стычка Игнатовича и Колидова. Агрессором в данной ситуации был защитник Новосибирцев, но два хоккеиста получили обоюдное удаление. Хотя, опять же, да, Колидов никаким образом здесь не воздействовал на соперника. Да, он применил хороший силовой прием. Почему вот как-то так несправедливо судьи отреагировали? Игнатович на свои две заработал, загрубить Колидов. Надо смотреть более четкий эпизод. У вас как-то так быстро показано, что и как. Это на самом деле картинка из Новосибирска, кто кому как отвечал и что произошло. Здесь нет драки, здесь просто есть грубость. Грубость со стороны Игнатовича есть, со стороны Колидова мы ее не видим. Может быть, в данном эпизоде нужно было чуть больше дать Игнатовичу, дать две Колидову, если он ему ответил. Опять же, смотреть, как они обменялись ударами. Алексей, вот чтобы общий вывод сделать, давайте покажем еще один эпизод. Из матча в Риге, Динамо против Кунлуни. И тоже стычка двух хоккеистов. Один начал перепалку, другой ответил. Но по итогам, в отличие от эпизода Новосибирского, две минуты получает только один игрок. Батни и Брюле сошлись. Неужели Брюле в данном эпизоде не наработал на две минуты? Вот еще раз посмотрим. Алексей, это уже обнимашки пошли, пресловутые разговоры, разлюбезные. А вот что происходило до этого. Вот, пожалуйста, падает Брюле, раз клюшкой, Батни отвечает. Дальше поехали. Бах! Неужели Брюле здесь не наработал на две минуты? Опять же, в сравнении с эпизодом в Новосибирске. Я думаю, что здесь нужно было дать по две минуты каждому, и на этом успокоились. Если они совсем задирались, и был высокий накал, дать им по четыре, чтобы немножко ребята успокоились. Я соглашусь. Ну вот и мы теперь успокоились. Вот и мы теперь успокоились, да, потому что два показательных эпизода в Новосибирске, когда один реально агрессор получает две заслуженные минуты штрафа, другой непонятно за что получает две минуты. А здесь противоположная история. Оба хороши, но две минуты получает только один игрок. Друзья, вот такие вот эпизоды были подготовлены специально для вас за последние три недели. Дешительных эпизодов было много, программа наша не резиновая, мы могли бы еще и с десяток моментов подкинуть, но мне кажется, это были такие самые вопиющие. Алексей Анисимов, как всегда, профессионально, без предвзятости ответил на наши вопросы. Я думаю, что по многим моментам вы остались удовлетворены его ответами. Друзья, пришло время прощаться. Я в очередной раз благодарю за участие наших специалистов, хоккейный аналитик Александр Байков и главный арбитр континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов. Спасибо вам огромное, господа. И наш ведущий Владимир Гучев. Спасибо вам тоже. Да, друзья, спасибо вам за внимание. Встретимся совсем скоро. Счастливо. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok